Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, приветствую всех именем Господним! 19 января каждый год в православной нашей традиции мы вспоминаем о крещении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Крещение Господня. Даже есть такая экстремальная традиция, экстремальная у многих очень православных. Это зимнее такое, как назвать, погружение именно, баптизу. Хотя о пользе или вреде этого обряда до сих пор спорят, но я, честно говоря, не сторонник подобного экстремального времяпрепровождения, экстремальных таких традиций, религиозных или культурных, национальных. Я, если закупание, то в теплой воде и в теплое время года, летом. Но само крещение Господа Иисуса Христа, вспоминаемое в традиции нашей 19 числа, исторически мы не знаем, когда это было. На самом-то деле, потому что в Библии говорится, что Иисусу было около 30 лет. лет 30. Но когда это было, ну, вряд ли это было зимой, конечно, значит, ну, как бы то ни было, вспоминается крещение, крещение Господа Иисуса Христа. Да, я в эти дни как раз и проповедую как раз в разных церквях, собраниях у писятников, адвентистов, баптистов, очень разных верующих, не деноминационных христиан. Вот, и говорю о реальном погружении в Господа, потому что баптизо, если в современном греческом языке это означает окунание, погружение, то в старом греческом языке это же слово баптизо использовалось для описания солень огурцов чаще всего и других овощей. Да, знаешь? Вот, потому что, да, вот как раз разговариваем сейчас на эту тему, тоже и в Московской области, вот в Раменском, там, значит, об этом говорили, в общении таком. Жалко, только камеру не поставил, и мы не записывали, к сожалению. Вообще, очень важная тема такая. Вот, и я даже иллюстрацию делал такую. То есть, до Иисуса Христа и во времена Христа слово баптизо использовалось для описания соленья огурцов. Значит, и малосол, вот, допустим, малосол любите, кто любит, не любит малосол, вот, малосол греки не называли баптизо, то есть, это еще не баптизский огурец, а баптизский огурец, баптизо настоящий, это, значит, когда огурец имеет соль не просто на шкурке, а внутри еще свежий, как бы, да, а имеет соль в себе. И вот Новый Завет, если вы помните, да, говорит нам Библия Нового Завета, имейте соль в себе. Вот, и поэтому слова Иисуса можно перевести, обычно мы это приводим как в подтверждение таинства крещения, но по совести говоря, здесь в меньшей степени имеется в виду именно водное крещение, водное погружение, в большей степени имеется в виду погружение в самого Господа Иисуса Христа, в Бога самого. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И крещение, некоторые говорят, что вот крестное знамение, допустим, некоторые говорят, что, допустим, там погружение в воду, но здесь в большей степени говорится не даже о водном погружении, как обряде, таинстве церкви, вот, а как именно о погружении в самого Господа, Бога нашего, да, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть это не просто погруженный с произношением имен Отца, Сына и Святого Духа, а именно человек, который погружается в сущность Отца, Бога как Отца, Сына и Святого Духа, и имеет соль эту Божью в себе уже. Вот, так что, товарищи огурцы, братья и сестры, погружаемся в нашего Господа и пропитываемся, как сейчас вот говорят тоже в христианстве, пропитываемся им, это баптизу как раз это слово. Так что вот крещение, баптизу совершается. Пусть Бог благословит всех вас, вот, и, ну, на само как раз крещение, на служение крещения, я крещенское, я как раз об этом более подробно буду говорить, вот, и в эти дни тоже говорю, и в собраниях, получается, я говорю, и адвентистов, и баптистов, и пистятников, не динаминационных христиан, то есть не относящих к себе никакой динаминации существующей христианской, официально как бы так. То есть разное очень христианство сегодня, на сегодняшний день разношёрстное такое, очень пёстрое, и я только очень рад этому, я против однопартийной системы в христианстве, Я за многопартийность в христианстве, за, знаете, вот такое пестрое разнообразие христианства, потому что мы, Господь создал не казарму, знаете ли, не однообразное христианство, а разнообразное. Потому что мы все разные, и Бог каждому из нас находит свой путь совершенно по-разному. И как Блажен Августин говорил, что в главном у нас должно быть единство, да? Аминь. В главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем что? Любовь. О, молодец, любовь. Мне супруга помогает. Во всем любовь. Пусть Бог благоставит. Да, и до встречи. Да, сейчас мы любим. Ну, чуть-чуть, хотя бы покажись, хотя бы, да. Голос за кадром, это моя жена, дорогая моя. Пусть Бог благоставит всех вас. Во имя Иисуса Христа благоставляю. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да. Слава Богу за мою жену. Вчера было прям такое искушение такое, и давление подскочило. Все, значит, молились. И я верю, что Господь, он... Нет, правда, не стесняйся. Господь совершает чудеса. Вот, потому что воздать надо славу Богу. Аминь. Аминь. Ну все, шалом тогда. С Богом благоставения всем вам.